Обезьянье царства. Итальянская сказка. Давным-давно в высоком замке на берегу озера жил король, мудрый и справедливый. Было у него два сына-близнеца, Лоренцо и Антонио. Его жена, прекрасная королева, скончалась, когда дети были еще совсем маленькие. И теперь никто не мог сказать, кто из детей появился на свет первым, а кто вторым. А по закону той страны король должен был передать корону и власть старшему сыну. Король рассуждал так и этак, и даже заболел от раздумий. Наконец он призвал к себе сыновей, и вот что сказал им. Вы уже взрослые, оба знаете рыцарское искусство. Пора настало вам жениться. Отправляетесь-ка вы странствовать по свету. Пусть первая девушка знатного происхождения, которого вы встретите на своем пути, станет вашей невестой. И вот что я решил. Тому, чья невеста сделает мне лучший подарок, отдам я и замок, и власть и корону. Братья нежно попрощались с отцом и поскакали на резвых конях в разные стороны. Вскоре Лоренцо въехал в большой город. Там встретилась ему красивая девушка, да к тому же дочка богатого купца. Девушка полюбила Лоренцо с первого взгляда и обещала приготовить для его отца подарок, лучше которого не сыщешь на всем белом свете. Она показала Лоренцо запечатанный ларчик, и они вместе отправились в обратный путь. Король благосклонно принял ларчик из рук невесты Лоренцо. Но сказал, что откроют его, когда невеста Антонио привезет свой подарок. Тем временем Антонио ехал и ехал по пустынным дорогам, не встречая ни одного города или большого поселка. Наконец он оказался в дремучем лесу. Под столетними деревьями росли колючие кусты, так что пришлось ему мечом прокладывать себе путь. Неожиданно выехал он на поляну, заросшую невиданными цветами. За узорной оградой возвышался замок из великолепного розового мрамора, а высокие окна в нем сверкали на солнце, словно хрусталь. За оградой садовник подстригал розы. Антонио подъехал поближе и чуть не вскрикнул от изумления. Садовником оказалась большая обезьяна в шапочке и в бархатной куртке. Большая обезьяна почтительно поклонилась Антонио, распахнула тяжелые ворота. Антонио спешился и поднялся по мраморной лестнице. Две обезьяны в красных ливреях повели его в зал. Там, за большим столом, покрытым бархатной скатертью, сидело множество обезьян, одетых в парчу и атлас. А слуги обезьяны подавали всевозможные кушания на золотых блюдах. Наступил вечер. Слуги зажгли свечи и с поклонами проводили Антонио в спальню. Антонио понимал, что попал он в обезьянье царства. Это его пугало и удивляло. Он уже начинал подумывать, не выпрыгнуть ли ему в окно. Но он так устал, а постель была такая удобная и мягкая, что он сам не заметил, как вскоре крепко уснул. Ночью Антонио разбудил чей-то голос и спросил, кто он. — Я принц Антонио, — ответил Антонио. — Я странствую по свету, ищу невесту, которая сделала бы подарок моему отцу лучше, чем невеста моего брата Лоренцо. — Я королева обезьян. Женись на мне, и я сделаю такой подарок, лучше которого не сыщешь на всем белом свете, — продолжал голос. — Что же я даю свое слово? Я женюсь на тебе, — обещал Антонио, хотя было ему немного не по себе. На следующую ночь его опять разбудил тот же голос. — Антонио, ты не передумал жениться на мне? — Нет, я не передумал, — твердо ответил Антонио. Хотя в глубине души он подумал, ну и попал же я, как рыба в сеть. Ну уж раз дал слово, надо его сдержать. На третью ночь голос сказал Антонио. — Завтра, мой любимый, мы поедем к твоему отцу. На утро Антонио услышал в саду голоса ржанья коней. Он вышел из дворца, увидел роскошную карету, обитую тесненой кожей. На козлах сидел кучер, на запятках два лакея нарядно одеты обезьяны. За каретой на породистых лошадях Антонио увидел стражу во всем рыцарском вооружении. Тут подъехало множество обезьян на белых конях, одетых в атлас и бархат, в шляпах, украшенных перьями. Сел Антонио в карету и увидел, что рядом с ним на бархатных подушках сидит обезьяна, вся в драгоценностях, в короне, украшенной изумрудами, а на коленях у нее искусная работа ларчик. Так они и поехали. Молчит Антонио, не знает, как начать разговор. Молчит его невеста, обезьяна, и только все ниже и ниже обускает голову. Вдруг увидел Антонио, катятся по щеке его невесты прозрачные слеза. Сжалось сердце Антонио. Протянул он ей носовой платок, обшитый кружевами, и сказал. — Не плачь, моя дорогая, я женюсь на тебе, клянусь. Ты никогда не услышишь от меня грубого слова. — Спасибо тебе, мой милый. А твой платок дороже для меня всех сокровищ мира, — вытерев слезы, — сказала обезьяна. Вот приехали они, наконец, в столицу. Народу собиралось, видимо-невидимо. Всем интересно было посмотреть на невесту принца Антонио. Одни указывали на обезьяну пальцами, другие громко смеялись. А приехавшие с королевой обезьяны разбежались по всему городу. Забрались на деревья, кидают в прохожих бананами. Король встретил Антонио с невестой в дверях своего замка. — Ты дал слово жениться на ней, сын мой? — Да, батюшка, — ответил Антонио. Король и глазом не моргнул. Недаром он был королем и знал, что королевское слово крепче железа. — Значит, это твоя судьба, — сказал король. — Заходи, невеста моего сына, во дворец. Ты у нас желанный гость. Король принял запечатанные ларчики у одной невесты, потом у второй сказал. — Откроем ларчики завтра, после венчания. Утром Антонио пошел за своей невестой, чтобы везти ее в церковь. Она тем временем уже надела подвенечное платье и примеряла белую фату. — Мой милый жених, что же ты отворачиваешься, не смотришь на меня? — нежным голосом сказала невеста. Антонио посмотрел, на нее и замер, не в силах вымолвить ни слова. Перед ним стояла золотоволосая красавица, высокая и стройная, с глазами голубыми, как небесная лазурь. — Антонио, это я, твоя невеста. Ты сдержал слово и этим снял заклятие, тяготевшее надо мной и моим народом. А между тем у дворца собралась целая толпа горожан. Всем хотелось посмотреть, как принц Антонио поведет в церковь свою невесту-обезьяну, да посмеяться в волю. И вдруг все стихло в толпе. Вышел из дворца принц Антонио, а с ним рядом золотоволосая красавица в подвенечном платье. В тот же миг все обезьяны превратились кто в рыцаря, кто в благородную даму, кто в юного пажа, кто в слугу. Когда все вернулись во дворец, король наконец открыл ларчики с подарками. В ларчике жены принца Лоренцо сидела живая птичка. И как только она могла там так долго просидеть, птичка спела короткую песенку и улетела, оставив в ларчике красивое першко. Из ларчика жены принца Антонио тоже вылетела птичка. И как там она не задохнулась, но улетая, она ставила в ларчике золотой орешек. Когда король расколол его, оттуда посыпались изумруды и сыпались до тех пор, пока не закрыли ларчик. Лоренцо печалился. Он понял, что не быть ему наследником королевства. Но тут вышла вперед жена Антонио сказала. Моему мужу не нужно королевство его отца. Я приношу Антонио в приданный мой бесценный дворец из розового мрамора. Ведь он своей добротой спас нас от злого колдовства. С той поры все они жили дружно. Да и по правде сказать, что еще сердцу нужно.